И в продолжение темы. Прокуратуре стало известно о начавшихся строительных работах в скандальном недострое на Карла Маркса с 213. Незастоявшиеся жильцы элитной высотки переживают, что у них пытаются украсть многоэтажку. Люди опасаются. Им выплатят копейки, а их квартиры продадут по рыночным ценам. И подозрения небеспочвенные к высотке, которую якобы не собираются достраивать, прокладывают коммуникации. Накануне у дольщиков прошло очередное собрание. На этот раз на встрече помимо министра строительства края присутствовала прокуратура. А по видеосвязи подключился Московский фонд развития территорий, который, как говорят дольщики, и изменил решение с достройки на выплаты. Руководствуясь тем, что так выгоднее, однако, со слов дольщиков, смета работ по достройке, по которой принималось решение, была составлена с завышенными ценами. Только на основании новой сметы они могут изменить свое решение все-таки на достройку дома. Вряд ли кто из дольщиков вообще ее оспаривает. Это очень дорогостоящий процесс. Во-первых, это относительно долгий процесс. И поэтому никто, грубо говоря, не заморачивается. А вот обманутые дольщики с Карла Маркса собираются идти до конца и добиться перерасчета сметы, чтобы Московский фонд развития территории принял решение, уже основываясь на корректных данных. Кроме того, в понедельник, 9 октября, говорят дольщики, у них пройдет очередное собрание. На этот раз, возможно, сразу в прокуратуре Красноярского края. Продолжение следует...